Всем привет! С вами снова я, Анечка Консервы. Сегодня я буду дорисовывать ваши самые неудачные рисунки. Начнем вот с этой дерзкой красотки, которую нам прислал Данил Смирно. Но чтобы мне не скучать во время записи, мы сделаем вот так. Во время рисования я обожаю слушать подкасты, недавно в полной мере оценила аудиокниги. И это видео выходит при поддержке Storytel. Storytel – это стриминговый сервис с подкастами, книгами, лекциями, стендапами и даже аудиосериалами. Можно послушать весь список литературы на лето, пока катаешься на велосипеде, подтянуть английский с Гарри Поттером на ночь или скрасить время уборки. Кайф! Но лично для меня Storytel – это возможность получить интересующую меня информацию из всех тех книг, на которые мне было жалко денег в магазине. Во время работы, если я слушаю что-то интересное, я впадаю в состояние потока и работаю сразу намного интереснее, быстрее и с пользой для кругозора. В приложении Storytel огромный выбор книг и всякого другого интересного на русском и английском. И есть офлайн-режим, который позволяет загрузить на устройство все, что хочется, и слушать даже без подключения к интернету. И все это становится доступно по подписке за 549 рублей в месяц. Качайте Storytel, смотрите рекомендации и подборки, и начинайте слушать. Итак, план следующий. Сейчас я попытаюсь сделать лайн таким, чтобы все эти черточки стали иметь хоть какой-нибудь смысл. Очевидно, на коже у этого существа есть какие-то узоры или борозды. Мы точно не знаем. И я рискну предположить, что это все-таки птица со слиными ушами. Серьезно, у меня ноль идей, что это такое вот на голове? Вы понимаете, что это? Я нет. Дальше нам нужно придумать какую-то такую позу, чтобы вписать фигуру нормально в холст. Я сказала нормально, а не красиво. Заметили? Композиция очень важна в рисунке. И хотя изначальная композиция, которую придумал Данил, была нормальной, почти, мне придется все немножко поменять, потому что чуть позже я захочу придать этому рисунку больше смысла. Любой рисунок становится лучше, если в него добавить немножко смысла. Вы увидите. Как всегда, мы рисуем лайн на отдельном слое. Хорошо бы завести привычку каждый ключевой элемент рисовать на отдельном слое. Честное слово, вы хотите завести эту привычку. Потому что всегда можно все слить по необходимости, а разлить уже нельзя. Не знаю, чем должно было быть это существо, но, по-моему, это птичка самого очарования. Чтобы уравновесить довольно детализированное личико, я добавила всякой ерунды на тело. Это важно. Уравновешенность важна. И композиция. И, в принципе, все остальное тоже очень важно. Получились такие черточки. Ну, не судите строго, у меня беда с воображением. Теперь осталось все покрасить на разных слоях. Каждый цвет я делаю на отдельном слое. Для того, чтобы потом к каждому этому слою прилепить по необходимости обтравочную маску. Так я экономлю очень много времени. И я могу поменять даже цвет какого-то предмета изолированно, чтобы он как-то лучше подходил. Или типа того. На обтравочных масках я делаю все тени, румянец, всякие переливы, все разные цвета. Потом мне остается только слить все эти цветовые слои в один слой. Для этого слоя создать еще один слой, который будет обтравочной маской. Вы следите за тем, что я говорю. И на этот слой нужно положить градиент, чтобы он красиво упал в каком-нибудь режиме наложения слоев. Получается красота. И потом нужно просто покрасить, ну, можно и не красить, лайн. Вуаля! Да, это птица со слиными ушами на скейте. Понятно? Во втором раунде участвует вот эта девчонка, которую нам прислала Надя. Я первый раз вижу такое изящное решение невозможности нарисовать одинаковые глаза. Это очень изобретательно, честное слово. Первый раз такое встречаю. Обычно это челка. Я знаю, что очень многие мучаются с глазами и часто закрывают, например, один глаз. Сегодня чисто для разнообразия я поступлю точно так же и изящно спрячу один глаз. Таким образом, что зритель не сможет догадаться, что это потому, что мне лень рисовать второй. Все будет выглядеть так, как будто так и задумывалось. Чтобы нормально нарисовать голову и волосы, рисуйте овал головы сразу, весь череп. И только потом на этот череп сверху налепляйте объем волос. Всегда очень видно, когда человек в уме не держит, что там под волосами есть череп, и результат получается, ну скажем, не очень убедительный. И еще я предлагаю вам не делать это плавное перетекание шеи в голову. Во-первых, потому что такого плавного перехода там нет. Во-вторых, если вы рисуете не реализм, а стилизацию, то стилизуйте все равномерно. Думайте о шее, как о столбе, который держит шар головы. Я решила сохранить эти звездочки на фоне. И так как картинка у нас получается в популярном современном стиле, который называется летающая башка на белом листе, то вывозить будем за счет красивого лайна и небольшого движения в работе. Движение на картинке обеспечивает динамика этих черных звездочек и ветер в волосах. Ветер в волосах, возможно, самое читерское решение, чтобы оживить статичную скучную летающую голову. Чтобы сделать лайн дороже и богаче, я делаю его тоненьким. С тоненьким лайном намного тяжелее совладать, чем с толстеньким. Поэтому с супер тоненьким лайном обычно пользуются чуваки, которые прям очень круто рисуют. Очевидно, мне совсем не жалко времени, потому что в конечном итоге я мучилась с этой картинкой час. Из-за этого тоненького лайна. И примерно на этом этапе я совсем забыла, что там должны были быть веточки в волосах. Но они не были обязательными по сюжету. Поэтому смысл особо не поменялся. И хотя мне не очень нравится, что картинка стала перегруженная с этими черными пятнами, я решила, что смогу это разрулить на этапе покраса. Спойлер! И я это не разрулила. Покрас, как обычно, проходит все так же. Заливаем все плоскости на отдельных слоях. И потом для каждого создаем обтравочную маску. И туда уже наворачиваем тени и деталек. Честное слово, я не представляю, как можно удобнее что-то красить. Я не понимаю, как люди рисуют в живописных техниках на планшете. Нет, я понимаю технически, как это. Но это такой хаос. Ты не знаешь дальше, что ты будешь, какие цвета накладывать. А вот когда вот так вот по слоям все разбито, ты сразу знаешь, да. Для каждого слоя можно сделать свет и тень. Чтобы отлепить черную хрень на лице от черной хрени на заднем фоне, я крашу слой слайном в немножко разные цвета. Вот получилось, что вот эта черная хрень сзади чуть-чуть светлее, чем черная хрень спереди. Но все равно выглядит очень перегруженно. Ничего не могу с этим уже сделать. В принципе, можно было еще осветлить звездочки сзади, но в оригинале они вообще были черные. И я стараюсь далеко не уходить. И, конечно же, я делала дубликат слоя слайном, чтобы чуть-чуть его размыть, чтобы это выглядело прикольнее и интереснее и сложнее. Та-дам! По правде говоря, я предприняла еще две попытки перерисовать ваши картинки и потерпела фиаско. Один раз в процессе работы стало понятно, что оригинальная работа намного лучше моей. У меня никак не получилось передать эти же цвета и текстуру, и вот это вот настроение. И я решила исправить все контуром. И, конечно же, я все только испортила и бросила эту картинку. И в четвертом раунде у меня не получилось починить композицию и сохранить все элементы в изображении так, чтобы у рисунка получился какой-то понятный сюжет. Я подумала, о, такая прикольная картинка, тут много всяких элементов, мы можем как-то с ними что-то придумать. Нет, мы не можем с ними ничего придумать. Я не знаю, почему. У меня не получилось. На картинке одновременно происходит три действия. Во-первых, из-под ног этой женщины что-то вылетает. Что это? Я не смогла придумать. Возможно, она давит лесных духов ногами. Во-вторых, тут какие-то падающие зеленые человечки. И в-третьих, сама она делает что-то странное руками. Я не поняла, что. Я думаю, что справедливо будет признать, что в этом видео счет 2-2, и это ничья. Я благодарю всех моих патрончиков за поддержку. Огромное спасибо. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось это видео, обязательно дайте знать. Так, если вас будет много, я сниму еще что-то похожее. Подписывайтесь, нажимайте на этот долбанный колокольчик и до свидос.